По оценкам Всемирной организации здравоохранения, теми или иными формами аллергии страдает каждый третий житель планеты. А значит, большинство из нас хотя бы раз испытало на себе все прелести последствий попадания в слизистую компоненту в пыльцы трав и деревьев. Летом аллергия усиливается. Причиной этого становится непереносимость злаковых, полевых и садовых цветов. В свою силу вступили злаковые травы, именно они сейчас цветут. Мы видим это на газонах, колоски красиво колосятся, косят везде. И как можно заметить, даже просто проходя мимо скошенного газона или который стригут, можно будет ощутить в это время срезку заложенной сноса, слезотечения. Но что делать, если источник аллергены кроется в деревьях по соседствам и приносит массу хлопот? Срубить такие деревья нельзя, но привести в порядок запросто. Этим занимаются специалисты коммунальника. Они ежедневно приводят в порядок аварийные деревья, занимаются их обрезкой. Конечно, жалуются на тополиный пух. Мы знаем, что дают тополиный пух только исключительно женские экземпляры тополя. И ранее повсеместно они высаживались, сейчас такой тенденции нет, но тем не менее нет основания для удаления таких деревьев. Поэтому все, что мы можем, это только регулировать благоприятный период при помощи проведения обрезки и уменьшения кроны данных деревьев. Зачастую судьбу аллергика ухудшают и погодные условия. Паривистый ветер и сухой воздух, который с легкостью может переносить компоненты пыльцы на дальние расстояния, заставляют аллергика плакать, чихать и кашлять. Убежать от цветущей природы можно. Даже если отпуск вам не светит, шансы на счастливую жизнь с аллергией все же есть. Для того, чтобы избавиться от неприятных последствий болезни, необходимо обратиться к специалисту, который сможет принять меры и не дать аллергии развиться в нечто более серьезное. Есть некоторый процент людей, у которых присоединяются или изначально, как правило, у таких людей крапивницы, либо атопические дерматиты. Но это небольшой процент. То есть в большей массе это дебют, идут сопли, слезы и, по-моему, до 50% добавляются у людей проявления астмы. Сезон на сезон не приходится. Не обязательно каждый сезон это будет проявляться. Что конкретно касается аллергии, конечно, это прием антигистаминных препаратов, топических гормональных средств, которые облегчают страдания в это время. И кому насколько необходимо в зависимости от степени выраженности индивидуальных проявлений. Лечить любой поленос необходимо, так как легкие формы недуга достаточно быстро переходят в тяжелые. Предупредить этот процесс может только своевременная терапия специально подобранными группами препаратов. И совет напоследок. Будьте счастливыми и оптимистами. Это лекарство, на которое никогда и ни у кого не будет аллергии.